Взялась синица, полностью избавилась от белого. Штриховательно, распределительно, вот такой штрихочек. Ты видишь, у штриха в небе есть направление, и не только в небе, да, и в укладке низа, Дорожки, да, тоже, всюду есть направление. Вот задаешь, задаешь все с вот этим направлением штриха, хорошо? То есть везде, где у тебя направление, показываешь эти направления, полностью избавиться от белого вот такой тональности. Потом, продолжаешь набирать, ну, допустим, Прямо по линии диагонали пошла вот эта линия, да? Ну, вот, ее очень легко найти, потому что она идет ровно по линии диагонали. Вот в ту сторону, в сторону той диагонали. До середины не доходит, да? Не доходит. Но тоже темное пятно. Нашвыряешь это темное пятно. То есть сначала будем с тобой пользоваться синим, так как будто бы у нас и нет других красок. Как черно-белый рисунок мы сначала создаем, так ты сначала создашь сине-белый рисунок картиночки. К середине устремилась линия, да? Устремилась к середине и к этой точке. То есть здесь угол другой. Если здесь угол диагонали, то здесь угол к этой точке. Здесь некоторое расстояние, после которого, ну, как ты его и наметила. Вот так, да. Здесь торчалки темного цвета. Гора. Тоже как бы немножко наштрихованная. То есть так же и на пленэре в солнечный день ты всегда можешь начать с синего. Очень выгодный ход. Давай так. То есть темные, светлые, темные, светлые. И еще, смотри. Для белых пятен, которые у тебя там будут, ты можешь взять вот такое действие. Вот такое действие. Вот такое действие. И немножко разгрести в темницу. Хотя очень относительно, потому что она нам в верну пригодится чуть-чуть. Вот так можно действовать. И вот так. И вот так для подчеркивания. Уточнишь архитектуру. Уточнишь архитектуру. Прикольно? Давай так. Это ногтем. Смотри. Палец туда, палец оттуда. И вот как будто ногтем. И вот твои геометризмы для архитектуры. Двинуть. Затри. Затри. И не создавать одинаковых. Это пустяк. Можно не заметить. Но художественно было бы создать разницу. Всё прекрасно. Всё прекрасно выглядит. Сейчас мы возьмем наверно чуть-чуть вот этот цветик. В отличие от теневых парки. И световые очень любят густую краску. Мало того, вырисовывание архитектуры это проблемная задача. Поэтому за счет густоты краски можно решать проблемы. Чтобы это не вырисовывать, можно вот такой густятиной краской решать проблемы и глазом не моргать. Ты согласен, что это уже смотрится порисованным? Хотя я всего лишь положил краску. Я даже не сделал вот таких дорожек. Я не сделал намеки на окна. То есть сама густота краски уже формирует. Ну я не знаю, может ты это знала? Ну вот, посмотри, какое дивное чудо. Ну судя по тому, как ты делаешь у тебя хороший опыт. Ой ты нет. Смотри, поскольку мы темный подложили, тут же добыли темный. Надо там окошечки создать. Тепочки, тепоньки, вот они, вот они, вот они окошечки. Обязательно, что ты это все рисовать кистью вырисовывательной. Когда можно густотой краски все вопросы пролешать. Или вот, например, эту стайку всего. Но это же с ума сойти вырисовывать, правда? Поэтому, чтобы не сходить с ума, мы набрасываем, перечисляем основные пятна, которые там сидят. И такие. И темненькие вот, и светленькие. То есть мы густотой краски развлекаем это пятно. Уже вроде бы, да, что-то нарисовано. А я всего лишь густую краску покидал приблизительно. Ты понимаешь? В отличие от этого места, земельку он набрал рыхлым мазочком. Рыхлым мазочком. Прикольно? То более светло. То есть он создал ритмы, ритмы на пустом месте. Там не было же такой полосатости. Он ее создал для того, чтобы картина наполнилась ритмом. В живописи, как и в музыке, ритмы выгодно звучат. Вот они, наши ритмы. Прикольно? Давай так. Ну, я самое легкое сделал, тебе предстоит самое тяжелое. Ну, в общем-то, задача выполняла, как была поставлена. Единственное, чуть неумело пообщалась со стеной. Смотри, стену можно задавать ей идею каменной кладки. Чтобы она была не повисшим чем-то, а, ну, вот, чем-то стабильным. Здесь в углу сиреневинка. То ли дерево цветет, то ли еще что-то. Есть там такое, да? Да. Причем все вмешивается во все и становится от этого красивым. коричневый-голубой. Тени в солнечный день. Вот только что я там проговаривал эту мысль. Тени в солнечный день сиреневят. Вот эта синька, каркас синего, он дает зной дню. Как только здесь появляется сиреневость, становится красиво. Тени от них, от этих торчалочек. И смотри, как я запутываю сюжет. Я не рассказываю в подробностях, но я запутываю. Чтобы на удачу несколько, потому что иногда штрихи получаются эти удачные, иногда неудачные. Но я создаю кабковатый, как будто из пластилина слепленное состояние укладки. На удачу выгодных. Ну, понятно, что я их считываю, но я все-таки на удачу иду. Прозвучало, да? Так, здесь еще одно деревце пускай поселится, как там и есть. Тени от них. Пускай поселятся, как там и есть. Тени уже лежачая поверхность, да? Поэтому показываем их. Столики какие-то, столики. Тени под столиками. Беленькость этих макушечек. Стулики. Столики горизонтальны. Стулики вертикальны. Все вместе создает что-то узнаваемое. Фигурку можно сидячую за столом. Розовый-голубой усилим черноту. Смотри, он как бы всю картину взял в некий каркас. В некий каркас черного. Смотри, у него тоже легкие изменения угла есть, которые ты не приметила. Стихоп. Стихоп. Прикольнее как? То есть даже твои штришочки оставил? Ну, дополнил, чтобы она не была так простецки решена. Не падает оно, а очень горизонтально. Согласны? Из-под теневой козырька какие-то светлые проявления архитектуры. Прикольно? Из-под теневой козырька. Какие-то бирюзовые палатки. Добравшись до бирюзового, можно еще где-то там понакидать их. Сверху на синьку придут коричневый с голубым. Но придут не закрашивательно, а подмигивая. То есть синечка чуть-чуть будет оставаться. Она и будет создавать идею воздуха, пространства. Сюда ты теперь добавишь еще розовиночки чуть-чуть, да? Ну, розовиночка там есть, да. А сюда добавишь их светлости. И тоже с этим ритмом штриха. Хорошо? Идем, пойдем. Он вот здесь. Он продолжается... Сейчас, сейчас, смотри. Он как бы продолжается здесь. Он продолжается вот этой темнотой. Он соединился в эту темноту и выскочил вот здесь. То есть это все как бы единый каркас темного. Давай. Тоже как вот эта среда. Единственное, что у нее есть свет. Это Ялта. Да? Да. Это Касхолянка? Нет, это Ялта. Это набережная Ялты. Там очень часто вода бирюзовая. Теплая такая, бирюзовая. Поэтому подложим ее сюда. И сделаем более вытянуто это. Правильно? Там тоже на картинке есть. Ну, просто согласны? Что смотрим, оно поинтереснее. Линия воды ниже линии. Немножко переборщило там вещества. Чуть-чуть. Наверное, мы ее собьем. Сначала вот таких, ребят. Вот таких. Вот таких. Ладно? А уже потом на их место кистью доложить. Смотри, свет как бы клубится от набережной, от береговой линии, поднимаясь вверх. Появляется такая рассеянность. Очень выгодная рассеянность. Этажики ухода вдаль. Один за ним. Второй этажик. То есть, есть дальняя береговая, а есть ближняя береговая. По возможности, дальнику не задаем такой густоты. И мутнее. Да, но в традициях этом, в этих традициях, как раз у тебя хорошее небо. Ну, хочешь, приглашай. Просто здесь есть традиция. Нет, нет, это облако. Чуть-чуть можно посветлее. Есть там, да, такая большая светлость? Облака очень любят хвататься за края горды. Поэтому, по возможности, даже где-то, может быть, вогнать ослако внутрь этого горного населения. Розовенький ты мне обещала. Немножечко обещала. Обещала? Нет? Не помнишь? Чуть-чуть сиреневатее. Чуть-чуть сиреневатее. Не такая темная здесь разница есть, но не такая звучная. Свет над этим всем гуляет вовсю. Вот над этим всем гуляет. И даже как-то замесила облачко. Чуть с низолиночкой. И можешь, может быть, еще в компании. Так, прикольно? Вот, но я бы не сбивал характер выкладки. Может быть, чуть-чуть просто от комковатого перешел бы к удлиненному. Хорошо? Чуть-чуть. И то, вниз всего. Так, сейчас. Домники. Домники, да. Так уже аж отделились чуть-чуть. Ну, хочешь еще отбить. Значит, там вдали еще всякие человечки. И ты буквально вот каких-то пятнышечек понатычешь. У тебя появится идея множества в этом пространстве. И еще у тебя появится идея вот этой плоскости. Это бордюр ограждения, у которого есть толщина. Толщина. Ну, поскольку ты в Ялте не была, ты бордюр не рисовала. Ты рисовала немножко, не пойми что. Вот. Ну, это с бордюром. Вот, с каким. А еще он там сделал несколько проявлений белого, подразумевая накат. Накат воды. Там действительно вода. Она прямо вот по такой траектории бьется под ним и еще на бережную. Вторая ее часть. Поэтому я точно знаю, что там все так. Смотри, у нас появилась лежачая плоскость эта. Лежачая, поколебленная эта. У нас появилась очерченность вот эта. И нарочито торчачья плоскость вот эта. Значит, прямо насадишь торчачью плоскость. Нет, просто вертикаль. Вертикаль, да. Но не только там эта. Эта тень, которая почти в угол уперлась, все-таки чуть-чуть смотрит и сюда. И даже если бы она не смотрела сюда, выгодно, чтобы она посмотрела. Поэтому теперь появились еще и вот эти мазочки. По горизонтали. Которые показывают, что плоскость там, плоскость сяга, плоскость так. Но там еще одна вещь. Это скамейки. Вот это светлое пятно. Ну, просто я знаю это много раз. Это светлое пятно, это скамейки. Которые мы и должны обозначить чуть-чуть. Это человинник стоит. Да, человечечек. Да, здесь домики. А здесь вот штифы и все. И фонарик. И фонарик. А здесь, конечно, это тоже хорошо. Еще пару, только не очень густо. Хорошо? Чтобы эта густота не спорила с густотой переднего плана. Все, видишь, все, почти все умеешь. Значит, чуть-чуть собьем вот эту лопату. Бесло это. Чуть-чуть собьем. Чтобы не было таким агрессивным. И все на себя не брало. Пусть вот такой вот. Размазанный. Похож на сне или на ангела. Похож на сне или на ангела. Раз, два, три. То есть сначала ставишь плотицу, потом к нему прорисовываешь все, что хочешь. Идея уже лежачая. Москости чуть-чуть обозначена. Так. Каменька не надо. Выбивать. Буквы не надо ни в коем случае. Все, что нужно, так и не буква. Что такое. Чуть не хватает. Там просто у него и нет. Чуть-чуть не хватает каких-то звуков вдоль набережной. Он поленился их рисовать. Но я знаю, что они там есть. Пускай там хоть что-то. Понимаешь? Хоть что-то. Мало того, что выразилась линия береговой, береговой очень нечаянные пятна. Они должны смотреть частью среды. Они вырезанными бумажками, положенными на площадку картины. Они должны быть вверхом. Как тебе такое? То есть это сразу вышло на передний план, благодаря этому, да? Где оно и находится. Просто вообще без белья. И эта штуковина уходит сюда. Здесь ничего не будет. Да? Смотри, как с этой штуковиной сразу многое прояснилось. Скамейка. Парапет. Остала скамейка? Стала, да. Маменькая класса. Так. Вот эта? А, не надо. Лучше забей его розовым. Да. Так, немножко шершавенький край. Давай либо темным, либо светлым обчикаем. Шершавенький свежим. Вот такой обычный, да? То есть только. Все. Все. Забирай. Тебе, если у тебя есть еще 1200, тебе дадут. Забирай. Все.